Давно я уже не падала с лошади. Кстати, впадение было банальным. Подъезжая к этому углу, вот она даже сейчас. Обратила вдруг, в 50-й раз, обратила вот эти дырки в манеже. Знаете, как лошадь резко останавливается. Потом она присаживается и делает такой на согнутых ногах уход в сторону из-под всадника. Естественно, я-то по инерции продолжаю движение дальше. Ножки надо было прижимать, входя в поворот. Ну а как? Быть более внимательней. А я тут подрасслабилась, лошадке доверила. Но она, конечно, нашла себе повод, как куда сигануть. Ну, в общем, вылетая, я, конечно, всегда успеваю подумать о том, что левое стремя у тебя автоматически вылетело. А вот правое пришлось встряхивать быстренько с ноги. Пока я отлетала от нее, оно еще было в стремени. Потому что она же уходила из-под меня влево, влево ушла от страшного предмета в сторону. Дальше я еще подумала, что какого хрена, Юля, ты в очередной раз выставляешь правую руку. Приземляешься на правую руку. Она и так у тебя поломана. Нет, тебе еще хочется. И, естественно, правый поп, но ты же на бок падаешь. Лошадь ушла влево, ушла из-под меня. Я, естественно, ушла по инерции вперед и вправо. Поэтому на поп приземлилось ничего. Держать лошадь за повод, зная лошадь, вот именно эту лошадь, я не стала. Чуть-чуть придержала, попробовала ее удержать. Ну, так как это высоко щепетильная кобыла, естественно, она испугалась того, что я тут, я вылетаю каким-то макаром. Чего ты? Чего бы ты? Вдруг я вылетаю, да? Мы уже давно с ней сотрудничаем. Больше полугода. И лечу. Значит, что-то стрёмное, что-то это самое. Попыталась ее придержать, но нет. Она начала отходить, отходить, и я ее бросила. Она тут же остановилась. То есть она никуда не убегала, она стояла и ждала. Упали мы как раз, получается, недалеко от лавочки. В общем, я ее взяла, подошла, села, ну, и мы дальше поехали. Ничего такого страшного. Поп у меня большой. Манеж не пострадал от грохота, когда я падала. Таит целенький. Поэтому все нормально. Да, кукла. Скажи, я сама не поняла, что вообще произошло.